День победы советского народа в войне с немецко-фашистскими захватчиками праздник поистине народный и потому вызывающий отклик в сердце каждого гражданина России. В этот день сотрудники и воспитанники культурно-досугового комплекса Красногория подарили нам праздник с доставкой на дом. Профессионалы сцены и их ученики объединились в настоящие агитбригады, подобно тем, что приезжали на фронты Великой Отечественной для поддержания боевого духа и поднятия настроения нашим бойцам. Как говорил в своих стихах Василий Лебедев-Кумач, кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Наши фронтовые бригады проедут по точкам городского округа Красногорск, захватив все территории. Это и Нахабино, Путилково, Отрадное, Ильинское, Петрово-Дальнее. И 24 точки, где будет организована замечательная концертная программа нашими сотрудниками, нашими творческими коллективами фронтовыми бригадами. Сегодня работают у нас три фронтовые машины, и на каждой машине задействовано около 200-300 человек. Получается, что в целом тысячи человек у нас участвуют в выступающих в наших фронтовых бригадах. В число этой золотой тысячи вошли лучшие артисты округа. Образцовые коллективы «Оберег» и «Карнавал», детская эстрадная студия вокала «До диез», хор русской песни «Околица», ансамбль саксофонистов «Солнечный ветер» и многие-многие другие. Эмоциональные поздравления и песни военных лет лились нескончаемым потоком с импровизированных сцен, оборудованных по фронтовой традиции, прямо на платформе грузового армейского автомобиля. Публика встречает очень тепло, несмотря что сегодня достаточно холодно, но очень много детей, взрослых, и все смотрят с горячими глазами, подпевают и радуют нас тоже своей обратной связью. Цель агитбригады в целом произвести масштабное празднование, поднять людям настроение, патриотический дух. Выбирали песни известные, старались, чтобы все знали, и простые люди, и маленькие, и взрослые. Репертуар мы подобрали различный, то есть есть и народные песни, казачьи песни, есть также у нас, конечно же, легендарные песни военных лет, это «Смуглянка», «Катюша», песенка фронтового шофера, и, конечно же, есть песни, которые были уже написаны позже, более современной композицией, но тоже узнаваемые и любимые. Любимые песни исполнялись не только во дворах и на площадках округа. Для ветеранов, не имеющих возможности посетить выступления артистов, были организованы поздравления на дому. Сегодня наша фронтовая бригада культурно-досугового клуба «Мечта» посетила двух ветеранов, проживающих в поселке Нахабино. Это Турбаров Владимир Иванович и Зуев Ксенофонт Васильевич. Мы их поздравили с Днем Победы, спели любимые их фронтовые песни, и, конечно, они вместе с нами радовались, и подпевали, и танцевали, даже вальс. Жители городов, деревень и поселков округа Красногорск тепло встречали артистов везде, где прошли выступления фронтовых бригад. Радость праздника, любовь и уважение к тем, кто его подарил, гордость за свою страну – вот те чувства, которые унесли домой зрители. И это неудивительно, ведь патриотизм передается напрямую, от сердца к сердцу. Мы сегодня гуляли здесь, вот мимо проходили, увидели такой концерт, нам очень понравилось, вообще шикарно. Я думаю, для жителей очень важно, когда вот так вот клубы, коллективы выходят, выступают, радуют местных жителей. Ну, очень классно, вообще все молодцы. Мы празднуем всегда весной огромный праздник День Победы, и подарили этот день нам наши прадеды и деды.